В Казахстане продолжаются масштабные командно-штабные учения. Чрезвычайные службы отрабатывают методы реагирования при разрушительных землетрясениях. Сегодня в Алматы министр Пуче Сырым Шарипханов оценил возможности республиканского оперативно-спасательного отряда. Ему показали подвижные пункты управления, мобильный госпиталь, палаточный лагерь для пострадавших и другие объекты. На прямой связи со студией наш корреспондент Григорий Беденко. Григорий, здравствуйте. Как проходят учения в Алматы? Добрый день. Ну, наверное, это такие наиболее крупные учения за последние несколько лет. И это неспроста. Все мы были свидетелями тех трагических событий, которые разворачивались у нас в мире в начале года. Это катастрофическое разрушительное землетрясение в Малой Азии. Наиболее пострадала, как известно, Турция и Сирия. Вот наша съемочная группа побывала в Сирии, мы сопровождали гуманитарный груз. И мы своими собственными глазами видели, насколько тяжелая ситуация возникает после вот таких вот стихийных бедствий. Естественно, нашему населению нужно быть готовым к подобным ситуациям. Девять областей Казахстана находятся в сейсмически опасных регионах, в том числе два крупных города, таких мегаполисов, это Алматы и Чимкен. Ну вот, собственно говоря, здесь оперативный штаб развёрнут на территории авиабазы Первомайской. Это авиабаза Министерства обороны специально выделили свою территорию для того, чтобы развернуть здесь такие масштабные силы и средства. Вертолёты перегнали на другой аэродром. Ну а о том, как проходит учение, нам расскажет министр МЧС Сырым Шеребханов. Сырым Дюсенгазевич, здравствуйте. Пожалуйста, расскажите, как проходит. Добрый день. Сегодня второй день у нас ведут республиканские командно-штабные учения ЖЭР-2023. В рамках данных учений отрабатываются комплексные вопросы. Это, в первую очередь, готовность органов управления, силы и средств. Сюда прибыли у нас представители практически всех областей. Оперативные группы прибыли в составе заместителя Акима области под руководством его. И с ним идёт команда областная. Это сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и других структур. Это департаменты полиции и другие подразделения. В рамках работы за данными подразделениями закреплены соответствующие районы, участки в городе. Эти оперативные группы изучают свои закреплённые районы, изучают территорию, дороги, подъездные пути, состояния и какие имеются здания, сооружения, уточняя, сколько населения проживает в данном регионе, сколько школ, сколько больниц и где они расположены. Ну, естественно, подъездные пути и площадки, где можно разворачивать палаточные городки для приёма людей, оставшихся без крови и пункты питания, соответственно. Ну, и, соответственно, пункты оказания медицинской помощи. Здесь, на данной территории, у нас развернут как раз штаб, развернуты штабы всех областных подразделений департаментов по чрезвычайным ситуациям. Отрабатываются вводные, согласно которых данные подразделения отрабатывают все свои задачи, которые перед ними будут стоять. Также в рамках данных учений проводятся и практические вопросы. Это, в первую очередь, на территории города Алматы у нас проведены были вчера полномасштабные сейсмотренировки во всех учебных заведениях, предприятиях, организациях. И здесь, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководителей данных объектов и обучающихся работников, которые активно приняли участие и с пониманием отнеслись и показали свою подготовленность и готовность действовать в таких ситуациях. Ну, а сегодня были у нас осмотрены три объекта. Это школа-гимназия номер 147, где были проведены этапы эвакуации населения и развертывания на базе этой школы пунктов приема пострадавших. В спортзале на открытых площадках принимали людей. В спортзале были, значит, раскладушки, одеяла и подушки для того, чтобы можно было принять людей. А на открытой площадке у них были развернуты палаточный городок, где тоже могли принять достаточное количество людей. Также отработан был механизм эвакуации, то есть автотранспортом и ЖД-транспортом. Это было реально проведено. И руководство КТЖ выделило достаточное количество, значит, железнодорожных вагонов. Мы посадили людей, посмотрели, как это все работает действительно. Также надо отметить, что проведены были и поисково-спасательные работы. На одном из объектов посмотрели мы, как работает слаженно подразделение разных структур. Это и наши подразделения, пожарные части, наши спасатели, РОСО, и спасатели города Алматы, это служба спасения города Алматы, 109. Войсковые части, национальная гвардия, то есть получилась очень слаженная, хорошая работа. Но эту работу мы будем дальше продолжать, мы должны будем развивать. И самая главная миссия нашего вообще мероприятия, это работа с населением, работа со школьниками, со студентами. Вот я еще хотел отметить, что такое же учение было проведено на базе университета Нархоз. Студенты тоже очень хорошие навыки показали, 8 тысяч студентов эвакуировались за очень короткое время и заняли безопасные места, продемонстрировали свои навыки проведения аварийно-спасательных работ. Это очень радует. Ну что ж, большое спасибо, да, у нас, к сожалению, время наше в эфире подходит к концу. Ну что, что предупрежден, тот вооружен, как говорится. У меня пока все. Студия. Благодарю. Григорий Беденко из Алматы рассказал о том, как там проходят учения.